Вы не думаете, что есть вещи, которые именно с того момента, когда закончился Советский Союз, остались? Не в курсе событий? Давайте доведем до вашего сведения. Эту кепочку я не так давно-то и купил в Советском Союзе, и они никогда не продавались, естественно. А вот курточка, это та еще есть, Табани, да-да-да-да-да, та самая классическая курточка. Или вы думаете, что кто-то раздобрел широко, что ли? Нет, не раздобрел широко, ровно вернулся на круги свои, стал симпатичным и качественным. И это симпатичное и качественное отношение мое, оно относится именно к вам. Почему я вам рассказываю, почему мы вам говорим про наше замечательное Верхневральское пиво? Потому что, потому что, потому что, потому что оно не поменялось. Как оно было в свое-то время, когда его там организовал один замечательный человек из Германии, естественно, так оно на том же месте и осталось. Когда мы говорим про качество, оно не изменилось, в отличие от того, что сейчас продается в магазинах. Вот там качества нет. И про эту тему мы сегодня тоже будем маненечко рассказывать. Вы не думайте, что все получилось немножко по-другому. Это у нас отдельные товарищи перетягивают немножко рейку в другой вариант. В данном случае я знаю, как жить, я знаю, как работать, как кушать, естественно. И, в принципе, когда я говорю про себя, я в мизерных количествах посещаю сетевики. Потому что, вы знаете, вот этот колбас меня немножко достал. Когда нам мясо продают по дивной цене, в 2-3 раза дороже. А вот и не знали. То есть давайте все-таки мы вернемся на круги своя и к тому существу, которое нам всем говорят, что мы должны подключить. Это дело называется интернет. Ради прикола забейте, пожалуйста, оптовые покупки мяса, ну, допустим, в Черкизово. И поймите, какие там ценники. И это явно не 240 рублей. То есть вы переплачиваете, естественно. Вы когда-нибудь видели пельмени по цене 580 рублей за килограмм? Это какое там мясо? Из чего оно взялось? Объясните мне. То есть там не килограмм мяса, поверьте мне. Там, ну, скажем так, достаточно мало. А ценники, ого-го. Ну, что-то я в этой жизни не въезжаю. И если честно, я бы вернулся на круги своя. Я бы вернулся на круги своя. И вот вопрос. Даже невзирая на то, что уже и ценники на автомобили прыгнули вверх, мы вам говорим о том, кто не поднял ценники на свою продукцию. Так вот, ценники на свою продукцию не подняли товарищи под названием Верхневральское пиво. Не подняли, и все. То есть как оно было красиво и ровно, так оно и есть красиво и ровно. И когда мне человеки, приходящие и знающие, кстати, я недавно тоже пообщался с ним, он как раз взял пивко себе для просмотра вот этих наших финальных матчей и взял себе качественное пиво, потому что то, что сейчас будет, это, естественно, не есть айс. И какое пиво он рассказал, продается там. Ну, скажем так, совсем не Верхневральское пиво. Я говорю, а почему? Нет, почему? Человеки не могут оценить вопрос. Возьмите это пиво, возьмите эту, а там дальше думайте сами, это же не сложно сделать. Да ладно, то есть, конечно, мне очень не хотелось, чтобы нас обманывали везде и всюду. А Верхневральское пиво вас не обманывает, потому что вы пьете тот и качественный идеал. Идеальный вариант. Почему? Потому что, еще раз, огромное и большое спасибо, он вернул все на круги своем. И таких людей в городе Магнитогорске? Чек 5-10, не более. Как вы хотите. Обман-то всегда виден. Просто жить без улыбки над нашим дурдомом, это невозможно. Он далеко не просто веселит. В некотором, а точнее, в большем случае, он унижает. Но почему россияне молчат, я не вкатываю. Может быть, потому, что есть в Магнитогорске удовольствие в виде лучшего в мире Верхневральского пива? А почему и нет? И ведь у нас интересно, все получается, да? Я сейчас ничего не буду говорить, но я был в Соединенных Штатах Америки. Честно-честно. Мы туда поехали с суммой достаточно небольшой, 800 долларов взяли, но тем не менее, даже еще и деньги привез обратно. То есть, в принципе, мы брали товары там на сейлах, естественно. Так вот, там сейлы, они делают так. Первоначальная сумма, конечно, большая. Потом она уменьшается, уменьшается, уменьшается. Но, в принципе, там я мог себе купить фотоаппарат за 50 долларов. Настоящий зеркальный фотоаппарат. А мне не дали это сделать. Это было плохо. То же, что и у нас случается, да? Только у нас сразу ценники... Ой-ой-ой. То есть, все-таки Америка чем интересна? То есть, топ, да. А потом идет снижение цен. И, в принципе, я не противник того, что мы там доставляем дополнительные чаевые. Это нормальное явление, потому что в барах там сидишь и получаешь удовольствие. К слову о том, что тот бар, который находится за моей спиной, он также вам предоставляет удовольствие. Потому что вы пьете качественное пиво. Оно Верхневральское, естественно. Изумительное, вкусное и питательное, кстати. И если мы будем делать это в нормальных количествах и при грамотном отношении к алкоголю, а мужик, мужчина, его не более там, допустим, 50 грамм алкоголя, это, грубо говоря, полтора литра пива. Не больше. Смысла больше и нет. А женщине это 35 грамм алкоголя. Это литр пива. То есть, в принципе, вы можете это делать постоянно. Утром сели за руль без всякого похмелья. Это же не есть удовольствие или это все-таки удовольствие? Когда я вам в прошлом Союзе в сюжете рассказывал о том, что в каждом городе было свое личное пиво. Было. И в городе Магнитогорске было пиво. Своё личное. Я вам продемонстрировал, где все это дело находится. В принципе, в Советском Союзе это было нормальное явление, что человек после работы мог спокойненько выпить кружку пива. или замечательный стакан сока. В смысле, не сока. Это было естественно. Это было вино. Тогда было все абсолютно нормально и ровно. Но возникал вопрос, где это качественное пиво-то было. О-о-о-о-о-о. Я не буду говорить, что, в принципе, любой город имел свое пивоварню. Что же касаемо сегодняшнего дня? Что же касаемо сегодняшнего дня? Не каждый город имеет свою пивоварню. Но в каждом городе очень много всякого говна, который продается во всех магазинах. Там чисто полное говно есть. Если вы хотите чисто полное говно, то в любой магазине будете это сами. А потом, не дай-то бог, у вас будет цирроз. Знаете, что это такое? Сейчас небольшой нюанс. Это для тех, кто недоечтает. Это, может быть, вы своим детям немножко объясните, о чем идет речь. То есть, давайте все-таки из разряда про цирроз мы говорим. Когда печень накрылась, или вы думаете, что все там просто, да? Нет, господа мои. Если вы начинаете пить алкоголь с присутствием сладкого, это чистая дорога туда. Прямо просто. Вот если вот сильно-сильно захотите, сладкий алкоголь, который вам везде и всюду продают, всякие сидры там, еще какая-то чеботуха. Это вот я вам серьезно говорю. Не сегодня, не сейчас, но рано или поздно этим делом все может завершиться. То есть, не надо думать, что все красиво и ровно. То есть, это же и бизнес. Им главное продать. Главное, чтобы вы спились. Потому что, чем быстрее вы сопьетесь, тем меньше вам денежки будут платить. А у них же как же, да? Это же мы везде и всюду говорим, что мы на пятом месте по валовому продукту. А по зарплате мы на каком месте? Я вам скажу такую вещь. Сам своими руками видел, не то что видел, даже купил. То есть, когда у нас Samsung Galaxy Note 3 стоил 45 тысяч рублей, я в Индии его купил за 15 тысяч рублей. Ну так, между нами девочками. Въехали, да, немножко? И вот это у нас присутствует. Самое главное, сейчас про Индию мы говорим, да? То, что уровень заработной платы в Индии, уровень заработной платы в Китае, уровень заработной платы в Турции, это выше нашего 100%. Мало того, выше нашего 100% наши бывшие дивные республики. Да, 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 которые были в свое время. А они переметнулись сейчас в еврозону. И в НАТО тоже залезли. Так вот, там все выше, чем у нас. Причем не в раз, а в разы. То есть, верните нам, пожалуйста, денежки. И тогда вы, возможно, будете нас обманывать. Но, коли вы нам деньги не вернули, я говорю, что обманывать мы вас не будем. Если честно, пиво, которое мы здесь продаем, естественно, оно по абсолютно нормальной такой же цене. Без всяких пристрастий. И оно качественное. Вот оно, пиво из Верхневральска. Самый клевый писк – это чудо. Чудо, в котором я вижу постоянных новых клиентов. И это в суть моей работы. Мне так лично кажется. Почему я так радуюсь? А почему я так радуюсь? А, потому что я даже не смог здесь припарковаться. То есть, это все, это все сюда. Все люди начинают доезжать. Доезжать до того, что я работал для вас, наверное, примерно год уже. Как? Мы потихонечку вам объясняем качество. Мы потихонечку вам показываем результат. И то самое место, где вы можете получить удовольствие за абсолютно нормальную цену. Что это за удовольствие? И что это за удовольствие вообще в природе своей? Конечно, мы не будем говорить, что это было бы разные события. Но это даже не Магнитогорское событие. Потому что в Магнитогорске было пиво. Везде и всюду было пиво. Но вопрос, где было качественное пиво. А качество, почему оно возникает в своей природе? Потому что нужно хорошие залежи воды. А хороших залежей водой в природе своей не так-то и много. Вообще не так уж и много. И одно из лучших находится в Верхневральске. Откуда это пиво? Чтобы это дело быстро, 5 апреля. Именно 5 апреля, пока Металлург у нас играет. Я не знаю, что будет позже. Потому что он только-только начинает играть через 10 минут. Я сегодня же, 5 апреля, вам покажу этот материал. Ну, чтобы это было понятно, ровно и круто. Потому что мы так это делаем. Настоящие человеки, которые еще работают на телевидении. И все-таки давайте определимся, что если настоящие человеки, которые работают на телевидении, вам говорят про качество, я бы честно советовал этим настоящим человекам от телевидения верить. Потому что врать я не буду.